На сегодняшний день отопительный сезон в городе Одессе, как и в других городах Украины, уже стартовал. Но ничего не происходит в одночасье в один день. Поэтому для того, чтобы нормально и качественно подать теплоноситель нашим абонентам, коммунальное предприятие теплоснабжения совместно с компанией Одесса Газ разработало плавный постепенный график включения всех газовых котелин и подачи теплоносителя в дома одесситов. На сегодняшний день мы работаем согласно и четко прописанного графика. На сегодня включены все районные и квартальные котельные. Это крупные котельные, которые обеспечивают большую часть города. И у нас разработан график включения 153 котельных, малых котельных, которые являются на обслуживании КПТГО. Этот график у нас разработан до 8 ноября. То есть плавно в течение недели мы войдем в отопительный сезон. Сегодня начала свою работу, активно начала свою работу Одесская ТЭЦ. Уже коммунальное предприятие теплоснабжения получает от Одесской ТЭЦ цеплоноситель и подключает центральную часть города, часть молдаванки и часть пересыпи. Естественно, что этот процесс не произойдет за один день. Для этого понадобится дня три. Но до конца недели я все-таки надеюсь, что жители нашего города смогут уже получать отопление. Есть проблемы, конечно же. Возникают порывы, которые мы оперативно устраняем. Допустим, вчера у нас был порыв на Вильямса Королева. Пришлось остановить котельную Южная-2, но к 8 часам вечера эта авария была устранена. Сегодня у нас есть порыв на Северный-1. Тоже наше коммунальное предприятие работает над устранением порыва. То есть все идет в оперативном режиме. Еще раз хочу подчеркнуть, что в этом году мы включаемся плавно, постепенно и четко по разработанным графикам. То есть к концу недели прям все уже будут с отоплением уточены? Есть проблема в системах домов наших жителей. Поэтому для того, чтобы в домах наших жителей было тепло, необходимо обратиться к теплотехникам ЖКС, к теплотехникам ОСМД, к теплотехникам тех домов, которые обслуживаются. Почему? Потому что системы могут быть завоздушены, где-то может не быть подачи. Поэтому здесь нужно всем нашим жителям, еще раз говорю, подачу тепла мы осуществляем до 8 числа. То есть включение, прошу прощения, котельных мы осуществляем до 8 числа. И начиная с 9 числа, если у вас в домах нет тепла, обращайтесь, пожалуйста, к своим теплотехникам, к ЖКС, к ОСМД. Но есть еще ряд домов ОСМД, которые имеют свои крышные котельные. И те котельные, которые не обслуживаются коммунальным предприятием теплоснабжения. Мы рекомендовали абсолютно всем субъектам хозяйствения включать систему отопления с понижения температуры, которая будет у нас с понедельника. Но в данной ситуации это решение принимают субъекты хозяйствения. Здесь мы, конечно же, заставить их не можем. Хочу вам сказать, что сейчас существует практика экономии, как считают многие ОСМД. Но это не та практика, когда у вас будут портиться истереть стены, и когда потом необходимо будет тратить довольно-таки большое количество средств на ремонты.